Девушки отдыхают Сейчас в стартап-шоу с низкафе «Три в одному» на М1. Ага. И мы поведаем сегодня вам чашки поцелуи, которые вас будут греть, холить или леять в момент попивания кофе. Гаджет, что перетворяет ваш телевизор на сенсорный экран. Ну а также самая главная тема, как найти деньги на музыкальный, душевный стартап. Об этом мы будем говорить с нашими гостями, которые у нас в студии. Лика Бугаева. Молодый украинский инди-рок-гуд. На запуск проекта команда зібрала кошти на популярной краудфандинговой платформе Инді-Гого. Коллектив выполняет приважно англомовные песни и незабаром представит уже свой второй альбом. И вот, старые наши гости. Лика, халлоу, привет. Ну, давайте, представляете всю команду, которая тут зібралась, а вот эта трейка. Кого, как звать, кто чем занимается? Ну, мы сегодня в уменьшенном составе. Сегодня я и гитаристы Стас Липецкий, Виктор Жуков. Круто, круто, круто. Потому что мы вот в акустике играем и пришли сегодня к вам в гости. Такое питание. У нас стартап-шоу. И вы тоже схожи на стартаперский проект. То есть вы сбрали, короче, за допомогу краудфандингу. У нас сбрали 7 тысяч долларов, так? Да, мы действительно собрали деньги на первый альбом. И хватило на записи альбома, на досвидения и на клипы? Ну, не совсем, но на какие-то области хватило. А на тур выстучало грошей? На что? На тур, потому что там, если там дивиться, то была позиция. Ну, чуть-чуть. Понятно, что все равно мы вкладывали тоже деньги. Все равно это достаточно большая сумма. Как разокламовать для того, чтобы действительно поддержали его? Ну, мы верили, что это будут люди, которые вот увидят нас, услышат. Какие-то незнакомые люди, не совсем. Это могут помогать либо друзья, вот, люди, которые в тебя верят. Например, нам помогли некоторые люди из-за границы прислали, там, 10, там, 20 долларов. Большую сумму присылали наши друзья. А взяли за нас музыку в Украине за рубля? Смотря какой музыкой, вот. Но нужно для чего-то настоящего больше времени. Не хотели бы на корпоративы попасть? Не, почему? Мы были уже. Мы музыкальная группа. Мы называемся Лика Бугаева. У нас есть своя музыка, свой материал. Даже не материал, это наша жизнь. Мы не проект, мы музыканты. Вы осознанно работаете без продюсера. Мы все равно прекрасно понимаем, что музыканты в основном либо на вольном хлебу, где-то отдельно подзарабатывают чем-то, или же группой добиваются неких успехов, чтобы выступать. Мы знаем, на фестивалях не платят. В ночных клубах, да тоже, собственно, не платят. В основном бартерная система работает. Так каким образом у вас получается зарабатывать? Смотрите, мы не платим за коллеги. Очень главный момент – это правильный менеджмент у группы. Если у тебя есть правильный менеджмент, ну, продюсер – это продюсер, это одно. А если у тебя есть правильный менеджмент, и менеджер, менеджер, пиар-менеджер могут тебя продать, могут вести эти дела за тебя, они знают твою цену, они узнают, как вести переговоры. То есть мы этого не делаем, это делают люди. Но для этого, для хорошего менеджера нужны также определенные капиталы, дабы проплачивать ему ежемесячно, например, заработную плату. В основном это делают продюсеры. А в вашем случае это кто делает? Ну, у нас есть особая контрактная договоренность. Там зараз уси намагаются робить какие-то коллаборации, идти у дэнс, працювати там еще, працювати у клуба. А вы пишете только рок-н-ролл? Only рок-н-ролл? Pure рок-н-ролл? Конечно, я росла на этой музыке. У меня мечта всегда была спецником Джаггером. Я всегда любила эту музыку. Это музыка свободы, я не знаю. Мне очень музыку, которую мы играем, она может погружать, например, тебя в одну атмосферу, Витю в другую атмосферу. То есть это либо совпадает, либо не совпадает. Вы так вкусно говорили сейчас об атмосфере, поэтому я бы очень хотела сейчас послушать и принести ее в нашу студию, чтобы окутали атмосферы рок-н-ролла в это топ-шоу. Давайте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Я хочу сказать, что просто сейчас все телеканалы заздрят, потому что у них всякая фонарь, а у нас тут лайв, при этом анплакт. Лика, дякую тебе. Мы продолжим наш музичный концерт, наш музичный выступ. Конечно, потому что в пятницу без рок-н-ролла невозможно, вы понимаете, без стартап-шоу так же, поэтому включаемся ровно через час. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок